Инспекторы Госадомтехнадзора вместе с сотрудниками отдела архитектуры Дмитровского района проверяют состояние фасадов торговых точек. Объем работы большой. На улице Семенюка, например, нагромождение незаконной рекламы очень портит внешний облик зданий. Во-первых, к чемпионату мира по футболу готовимся, ну и, соответственно, после зимы все в плачевном состоянии. Наша главная задача в данный момент это определение некондиционной рекламы, несоответствие архитектурному облику фасадов зданий. Мы это все фиксируем и далее будем направлять предписания собственникам зданий, чтобы они, соответственно, устранили все недочеты, измечания. Сразу бросаются в глаза грубые нарушения. Магазины Винлаб и Магнит недавно установили информационные конструкции на всю ширину балкона. К сожалению, большинство вывесок и баннеров на торговых точках не имеют соответствующих разрешений. Предприниматели устанавливают их самовольно. Идем дальше. Видим, что на дворце бракосочетания всюду обваливается штукатурка. И выглядит это, мягко говоря, неряшливо. Нарушение, которое сильно бросается в глаза, это недвижение состояния содержания фасадов зданий самих, выраженные в их разрисованности, наличие наклеенных объявлений. Также идет разрушение фасадов зданий, ступенек, пандусов. Также, с учетом того, что снег растаял, уборка территории никакая не проводится. Имеется на прилегающей территории торговым объектам мусор. По закону, собственники зданий или арендаторы должны обязательно согласовывать вывески с органами местного самоуправления. В законе прописано, что вывески должны размещаться не выше уровня первого этажа. Должны иметь определенные размеры. На одной улице должен быть соблюден художественное оформление, цветовая гамма этих вывесок. Также запрещается полное перекрытие фасадов зданий каким-то другим цветом, который отличается от общего облика фасада здания. Все нарушения были зафиксированы и занесены в протокол. Дальше, соответственно, нашим регламентом будем заниматься, будем вызывать собственников, арендаторов данных торговых объектов, выдавать будем предписания и привлекать к административной ответственности за данные нарушения. Конкретно будем с каждым сроки оговаривать по возможности. Максимальный срок – это 30 дней, которые мы можем дать. Рекламные конструкции будут либо демонтированы, либо на них выдадут соответствующие документы. А если предприниматели проигнорируют предписание Госадомтехнадзора, им придется заплатить штраф. Продолжение следует...